У памятников трём Иванам и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялись торжественные митинги, посвящённые годовщине Победы. Жители городского округа Люберцы преклонились перед героизмом и мужеством тех, кто ковал Победу в те памятные годы. В сквере на улице Инициативная установлена три обелиска, посвящённых печальным страницам истории России. Здесь покоятся борцы двух революций, а также увековечена память павших героев Первой и Второй мировых войн. По традиции, мероприятия, посвящённые 9 мая, начинаются именно на этом мемориальном комплексе. Это символическое место, оно, я думаю, будет притягивать люберчан многих поколений. Но сегодня, в кону Дня Великой Победы, я хотел бы, конечно же, поздравить всех, и люберчан, и россиян, особенно участников Великой Отечественной войны. После того, как участники митинга почтили память погибших минутой молчания, Владимир Ружицкий совместно с ветераном Иваном Пшеничкиным возложил цветы в памятник упавшим в Великой Отечественной войне. Затем с депутатом Московской областной думы Дмитрием Дениско он отдал дань уважения жертвам революции и Первой мировой войны. Мы пришли сюда для того, чтобы вспомнить тех, кто не дожил до этих светлых дней, и поклониться им, что они помогли одержать победу в Великой Отечественной войне. В этот день в подвиг соотечественников вспоминали и жители гарнизона. У памятника Трём Иванам, военным пилотам легендарного 16-го истребительного авиаполка, который базировался во время Великой Отечественной войны в Люберецком районе, собрались учащиеся кадетской школы, представители администрации, военно-воздушных сил России, ветераны и труженики Трудового фронта. Это день великого счастья для всего народа, для нас лично, что закончилась эта мучительная четыре года длища война. И мы были очень счастливы, что победили. Эта победа дала, что развитие Великой России, всего народа, всех национальностей, населяющих Великую Россию, счастья и продолжительность жизни. Жители городского округа Люберцы преклонились перед героизмом и мужеством тех, кто ковал победу в те памятные сороковые годы. В память о них участники митинга возложили цветы к мемориалу легендарных военных пилотов. Анна Троян, Луиза Егизарян, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ.